Приветствую вас, я соглашусь с коллегой, которая написала вам первой по смыслу больше, то есть вот ее смысл, ее сообщение мне очень импонирует. То есть я считаю, что она правильно вам, в принципе, все сказала, что действительно вы занимаетесь там позицией жертвы оба, и что вообще нужно решить, нужна ли вам эта семья, будете ли вы бороться, понимаете ли вы причину конфликта и так далее. Вот. Но, повторять слова коллеги я смысла не вижу. И с своей стороны я хотел бы предложить вам несколько другой взгляд, взгляд с другой стороны немножечко на ваши брабочные проблемы. То есть, в принципе, говорить мы будем о том же, только немножко под другим углом, и, может быть, немножко другими-то другими словами, чуть-чуть. Значит, во-первых, вы пишите, значит, мы в гражданском браке чуть более трех лет. Ну, понятно, что гражданский брак – это неофициальный, но сразу возникает вопрос. Почему вы не подчинились официально, сразу, ну, или хотя бы спустя год, полтора, два. Почему вы не подчинились официально, почему вы уже три года, это довольно, вообще-то говоря, большой срок, да? Почему вы два года спустя не подчинились своего гражданского брака, я имею в виду? С чем вот связана такая позиция? Это первый подводный камень. Еще до конфликта с дочерью, еще до конфликта с ней, еще до вашей ревности к дочери, его дочери, да? Откуда взялось то, что вы не подчинились официально спустя два, хотя бы два года. Это первый и важный аспект. Значит, дальше. Он ушел ко мне из семьи с ребенком. Пишите, вы, значит, у него дочка, девочке восемь лет. Развелся. Смотрите, мужчина ушел к вам из своей семьи. Ушел к вам. Сразу возникает вопрос. Ушел к вам. Почему? Получается, что вы ему, мужчине, я имею в виду, что-то давали. И давали вы ему что-то такое, что ему было очень важно, раз он ушел из-за вас к семье. То есть, ушел из-за вас, значит, к вам. Это, безусловно, момент очень важный. Но, если мужчина ушел из семьи к вам, то это значит, к сожалению, что он воспринимал и воспринимает вас как средство. Именно как средство для удовлетворения своих потребностей. То есть, вот то, что не давала ему его жена, то, что он не получал со своей женой, значит, теперь он получает с вами. По крайней мере, вот, ну, по первой, так сказать, на первый характер, да, он это получал с вами. Или получал, или получает с вами. И важно понимать, что вы для мужчины, как бы, как бы, как бы, средство. И это очень плохо. Плохо, потому что, как бы, с того времени, как он ушел из семьи, И, как вы стали с ним вместе быть, не прошло нисколько времени. Он не побыл один. Он не имеет эмоциональной прослойки между вами и своей семьей. Этой прослойки у него нет. И отсюда, конечно же, проблемы. На мой взгляд, довольно серьезные проблемы. Мужчина просто-напросто не воспринимает вас как отдельную личность, к сожалению. То есть, вот это первый момент, что он ушел от семьи к вам сразу. Это плохо. Плохо, но поправимо. То есть, вам нужно было изначально и сейчас изначально вообще узнать у своего гражданского мужа, а какие, собственно, значит, у него планы, там, на, ну, допустим, на вас, да, то есть, что он вообще, там, планирует делать, как он планирует с вами себя вести и так далее. Это первая ситуация. Значит, далее. Вы пишите, значит, значит, про стимотеку, значит, вместо алиментов живому менять. Теперь стали родители. Значит, малыши тоже 8 месяцев, особой помощи с малышом нет, говорить, что, значит, неинтересны маленькие дети. То есть, вот он говорит, что маленькие дети неинтересны, то есть, его ребенок, по сути, от, ну, от вас, ему неинтересны, получается. Ну, по крайней мере, вот так получается, да, что неинтересен ему ребенок. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы сказали, значит, что вы не можете выгнать его из твоей квартиры, потому что он, как я вас цитирую, потому что он папа малыша. И при том, при этом, при том, что он папа малыша, вы как-то забываете о том факте, что этот папа малыша совершенно никак не интересуется этим самым малышем. И беспокоясь о атмосфере, значит, беспокоясь о атмосфере в вашем доме, вы как-то вот не очень, значит, сильно, на мой взгляд, конечно, волнуетесь о том, как, насколько и как влияет на, вот, ребенка, такое отношение, отношение его отца, которое он, безусловно, чувствует. Значит, это то, что я хотел вам сказать о этом аспекте. Далее. Муниг, говорит, устаю, значит, содержит ООН самое необходимое, как оплачивает коммунальную услугу, квартирует, то есть я в декрете, он на работе допоздал, ведь домой не тянет особо. Здесь вот тоже очень интересный момент. Почему домой особо его не тянут? С какого момента его перестал особо тянуть домой? Значит, было ли так, ну, там, всегда, или, значит, значит, это началось, вот, спустя какое-то время, в результате чего это началось, почему это началось, и так далее. Ну, важный же момент. Выйдя о нем, об этом важном моменте, как будто бы не говорить. Ну, как будто бы, вот, само собой разумеющее все у вас происходит. Значит, если вашего мужчину, вашего мужа гражданского не тянет домой, то у этого есть причина. И я бы хотел, чтобы вы постарались эту причину для себя уяснить, уловить ее, подумать, почему так? Почему его не тянет домой? С чем это связано, что его не тянет домой? Это вот очередная столькость, на которую стоит обратить внимание. Правда. Далее. Идем дальше. Значит, выходной только один, так как один из них стабильно к дочери, и там он старается быть идеальным папой. Значит, вы, как бы, получается, изначально конфликтуете, вступаете в явную или не очень неявную конфронтацию с его дочерью. Значит, вы, как бы, противопоставляете себя и своего ребенка, его дочери. в принципе, реакция ваша мнения истинна, почему вы так делаете, я понимаю, но это не делает вашу позицию правильно, дело в том, что очень может быть, и, скорее всего, что, как бы, ваш муж чувствует себя виновата перед ней за то, что он ушел и зато в тот баскуте дело оставил ее без отстав. Действительно, виновата, кроме того, она взрослая, достаточно, ну, относительно, ей вот, 18 лет, и, соответственно, он уже видит в ней личность, он уже видит в ней человека. это действительно, как бы, отягчает положение мужчины. То есть, в этой ситуации совсем непонятно, как вы приняли его изначально с ребенком, и как вы изначально, опять же, относились к тому, что у него этот самый ребенок есть. Если принимали раньше, то почему кристалли сейчас? А если не принимали никогда, то как же вы с ним сошлись тогда? Вот. То есть, тут вот, есть, на мой взгляд, некоторая недоработка вашей позиции. То есть, да, достаточно четко, она, мне кажется, проработана. И, соответственно, вам эту позицию тоже нужно обрисовать, потому что мы, как бы, за вас этого не делаем. Мы не знаем, мы не знаем, что это за ваша, позиция. Какая она? Мы этого не знаем, мы этого не знаем, к сожалению. И это нужно только вам рассказать, только вам это нужно объяснить, ну, желательно, желательно объяснить вам это нужно. Вот. Значит, и, и принять его дочь. То есть, никакого ренда гречи быть не может. Если вы принимаете мужчину, то вы принимаете его ребенка. В противном случае это не любовь, а что-то странно. Что-то, надо быть идеальным папой, это понятно, почему я уже сказал, отчувствую вины. Отчувствую вины с ним, с вашим мужем, спокойная обстановка, конечно, но не наговариваться. По-другому, здесь, опять же, не получится. То есть, если мужчина делает так, значит, не уходит на этом мотиве. У него есть для этого основания. Какие основания вам, как самому близкому человеку, для него нужно знать? И то, что вы не знаете этих оснований, ревнуете, говорит о том, что вы не уверены в себе, в чем-то сомневаетесь и чего-то боитесь. Вот, об этом и нужно с вами руководить. Чего вы боитесь, почему в себе не уверены и так далее, и так далее, и так далее. Тем более, что он вас обеспечивает услуги, как бы, ну там, платят, платят, коммунальные услуги, все это оплачивают. Почему боитесь? Объясните, объясните, пожалуйста, попробуйте хотя бы это сделать. Объясните. Проработайте причины своей ревности. Ревновать нужно здесь перестать в любом случае, это нужно делать веб. Далее, значит, вы описываете ситуацию, при которой, собственно, ну, как бы, такую историю того, что побудило вас написать нам. Значит, он знает, что вы ревнуете, но сказали ли вы тут вы пишите, но я стараюсь привещать, угощать, но ситуация сложилась. То есть, тут не очень понятно пишите, он знает, как вы разговаривали ли вы с ним на эту тему изначально, когда еще вы только начинали вместе жить, говорили ли вы с ним, что вы ревнуете, рассказывали ли вы ему свою позицию. Ведь если вы три года, вашему ребенку восемь месяцев, значит, два года, как минимум, вы все жили без ребенка, соответственно. если вы два года жили без ребенка, то, соответственно, вы же как-то жили, как-то у вас же был какой-то компромисс, и определенные взгляды у вас тоже были. И вот как он решает этот вопрос, по сути дела, как он вам решал, что вам обоим придут вопросы именно ревнувки, не очень неразбанных ясен, но тем не менее, его нужно, на мой взгляд, тоже разобрать. Разобрать именно с вами. Вот. Значит, далее. Что сослужилось? Социум, в принципе, я прочитал, в ней, как бы, идет по сути дела, ага, значит, кульминация всего того, что вы описывали, кульминация всего того, что с вами происходило, как я понимаю, эти три года. Вот. То есть, он пригласил дочек домой, доказал еду из ресторана, вы, соответственно, ну, наверное, реагировали, скорее всего, на это негативно. Вот. Это ясно считается в вашем тексте. Вот. Ну, и далее, также негативно, вы реагировали на то, что он до двух часов ночи с ней играл в приставку, да, то есть, все вот это вот пламя было воспринято очень-очень-очень негативно, опять же, на мой взгляд, на мой взгляд. И муж ваш, он не мог этого не чувствовать, скорее всего, он об этом знал, он это чувствовал, что вы негативно это воспринимаете, и, соответственно, его, ну, я бы сказал, не то, что даже недовольство, я бы сказал, что напряжение между вами колоссально росло. И в итоге все это выглядело то, что как бы вот вы говорите о том, что, значит, заказалось продуктов на завтрак девочке, и то, что вы не написали список, значит, какой, какие продукты нужны, хотя он вас просил это сделать. Вы сказали дома пусто, нужно все. Ну, что вы мне написали. Если честно, вот даже мне, человеку со стороны, довольно сложно понять, что это значит нужно все, что вам некогда. Вы как бы не захотели мужчине отвечать на его просьбу. Не захотели мужчине как-то вот идти навстречу. И в итоге оказалось, что продуктов нет. Но если вы, как бы, вот смотрите, если вы видели, если вы сказали мужчине, что сегодня все, а как бы он вечером пришел, ну, не знаю, насколько вечером, но в любом случае вечером не поздно, и все. вы выйдете, что он больше никуда не пойдет, а продукт не знает, почему вы не сказали ему, что он пошел купить, купил продукт. То есть тоже непонятно в этой ситуации ваше повисе. Вот. Но хочу, чтобы вы поняли одну главную вещь, а именно, что в любом случае, в любом случае, конфликт не в этом, конфликт не в продуктах, конфликт не в дочери, конфликт даже не в его жене, и не в том, что между вами произошло, конфликт в другом, конфликт именно в том, что вы вместе со своим мужем имеете ряд значит, претензий друг к другу, которые эти претензии у вас никак совершенно не реализуются, никак не выражаются, никак не значит, значит, никак не трансформируются и не находят выхода. Недовольство копится с вашей стороны, недовольство копится с его стороны и в итоге ситуация складывается довольно негативно, плачевно для обоих, в том числе для вас и для ребенка, вашего ребенка, маленького ребенка. Соответственно, вы попросили своего мужа обрести вас к родителям, потому это обстановка молочесания вам поперек горла, как вы говорите. Значит, непонятно, тоже, отвез он вас домой или нет, если не отвез, то хорошо, если не отвез, то почему не отвез, вот, на тот момент здесь на самом деле вот такой вот. что вам теперь нужно делать? Во-первых, все-таки нужно спросить себя, хотите ли вы таких отношений. На том, что дочь у него будет, дочь он свою не бросит, это правильная позиция, позиция мужчины. Он также будет ей делать какие-то вещи, может быть, больше, чем вам хотелось бы, но тем не менее. Сам он считает, что перед ней он виноват. Ну, это его, опять же, право так считать, мы в это лезть не будем. Ладно, вам понять, что это его реберок, и вам это, ладно, принять, что это его реберок, это часть его, ну, часть его жизни, он не может от нее отказать. Далее, понять, что недовольство, ваше недовольство, оно копилось очень долго, и это недовольство так просто сразу никуда не уйдет. Недовольство будет, если вы не будете с мужем разговаривать, если вы не будете в спокойной обстановке, раз за разом, постепенно, выражать то, что вам не нравится. Вы не так же в таком впечатлении, что терпите, 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 игнорируете откровенное проявление недовольства с его стороны и с вашей стороны, а после взрывает, в результате чего получается один только негатив. Учиться разговаривать. Далее, в зависимости от того, чего вы хотите и хотите. В зависимости от того, хотите ли вы с этим мужчиной сохранить семью или нет. Главное все решится, что вы будете делать. Квартира ваша и мужчину вы оттуда в траве выиграли. Я уже сказал, что он папа своего ребенка, ситуация не меняет. Дело в том, что он относится к ребенку не так. Хорошо, чтобы говорить о том, что ребенку до него будет хуже. Может быть, даже будет лучше. Сунинг и его мужевой мощности. Но, в первую очередь, такое ощущение, что вы не готовы брать ответственность за себя. Вы не готовы брать ответственность за свою жизнь и за своего ребенка. Определитесь, чего вы хотите. Определитесь, какие у вас идеалы, какие у вас представления о семье. Соответственно, этим представлением о семье вашей семье. Если вы хотите сохранить отношения со своим мужем, попробуйте извиниться, попросить прощения, сказать, что вы не правы и так далее. Эту ситуацию вам нужно разрешить, чтобы наладился диалог. И далее, процессы диалога спокойно мы будем последовательно обсуждать те темы, того, почему вы находитесь в гражданском браке уже три года или сих пор не оформили законно, значит, законно не оформили свои отношения. и, значит, второе, о чем нужно разговаривать с вашим мужем, это то, что ему не нравится, почему его не тянет домой и так далее. Призвучиваться к нему и делать то, что хочет он по возможности. И, естественно, прожить что-то для себя. Вот если вы готовы эту ситуацию делать, то тогда у вас появится реальный шанс стать ситуацией вы переломите. Если то, что произошло, не вкладывается в рамки ваших представлений о семье, то тогда получается, что это не ваш мужчина, его нужно выгонять, квартира ваша, живите там одна, родители, мама вам, мама, папа вам помогут. Вы спрашиваете, что это? Здравствуйте, украинство? Это не украинство, это, можно так сказать, вы усугубили комплекс мужчины, вы усугубили комплекс мужчины тем, что вы унижили его перед дочерью, и поскольку он испытывает отношения к ней гиперстрацированное чувство вины, то теперь он стал еще сильнее испытывать перед ней эту самую вину, и вину он испытывает именно из-за вас. Это не украинство, он действительно очень сильно задел. Поэтому именно за это вам нужно все-таки извиниться, если вы хотите с ним продолжать отношения. Вот. В любом случае нужны эти экономические и данный конфликт, именно данный конфликт прогрессной ситуации вам нужно рассчитывать именно как инициатором изменения ситуации кучи. А дальше уже смотреть по ситуации, исходя из того, что вы сами хотите и исходя из ваших желаний. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И прежде чем попрощаться, мне бы хотелось отдельно за ваше внимание на то, что вы сказали что выгнать тоже не могу. Вы можете нет. Нет для взрослого человека такого понятия как «не могу». Есть слово «не хочу» и «боюсь». Он не определит, что именно у вас. «Не могу» такого слова нет. Человек уверен в своей травоте, пищевые и в моем неадеквате. Опять это вас не должно останавливать. Он уверен в собственной травоте и даже вы в этом прав. Чем прав, я уже сказал. Либо вы принимаете его позицию как человек, которого вы любите и стараетесь что-то сделать, как наладить отношения, обозначив и сферу его интересов и сфер своих и пытаясь между этими двумя сферами наладить контакт, либо вы просто расходите. Других вариантов у вас попросту нет. Ну и для того, чтобы стать правильным вам в любом случае необходимо проработать свои личные проблемы и личные противоречия, такие как левность, неприятие ребенка, неуверенность в себе, страхи и позиция жертв. Вот, теперь я думаю можно с нами прощаться. Желаю вам успешного разрешения ситуации. Всего доброго.